Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я Архивов Николай Афанасьевич. Родился в 1924 году, 15 августа. Роский область, Роский район. Не спеши. А когда Вы попали на фронт? На фронт я попал в 1941 году на любимом месте. Мне как раз начался, исполнилось 17 лет, я уже был на фронте. Вот. Попал я, значит, на фронт, добровольно пришел, сам, без волькомата. Вот. Попал я в архивистскую часть. Мне взяли к себе архивисты. 18-я армия, 53-я стрелковая дивизия. Вот. И 902-я архива, 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 архива. Ну, я и, значит, было я дело подростковым. Вот. И потом мы перебросили, нашу армию перебросили из Ростова, Ростововович. Вот. Вот. Значит, там, да, проблемы до июня, до июня месяца 20-го года. И тут, конечно, начали, это, давать позиции. Наш немец попер. Мы сдали из Ростова и убились в Краснодарский край. Это, это, мы, значит, наша дивизия заняла оборону на высоте Симашко, под Топси. Это, это, так назывался наш, это, участок фронта, северное Топси. Значит, так мы там, побыли в обороне, я, до декабря месяца 42-го года. В 42-м году, в декабря месте, мне это, из части этого фронта направляют в артиллерийское училище. Вот. Вот. У Трилла. У Викитана. Где я пробыл в этом училище 10 месяцев. Уткорный курт был у нас, значит, был в прескоре воззывания младших лейтенантов. И снова на фронт. Попал я впереди меня опять на счет Украинского фронта. Занимали мы это оборону, тут Милистополь был. Там не будет видно, что тут было? Нет, не будет. Нет? Не забыл. Так назывался Никовырский плацдарм. Там я пробыл в качестве командира зона артиллерии 76-мм дивизионной. До декабря месяца 43-го года. Тут поступает распоряжение отправить меня на другую из этих фронта. На Крым, на Севаш, там команды сосал, где взял урон. Не хватало команды сосалов. Ну, там, значит, я получил взвод артиллерийский двухорудия. И делали вместе 44-го года в выступлении на одну высоку, там на Севашах. 5 часов вечера примерно. Меня ранило. Осколку ногу разбило, колено сосало. И, как говорится, на этом кончилась моя военная карьера. Я поступил в Восфире. В Восфире пробыл я до сентября месяца 44-го года в городе Киртловодке. И мне встали, как говорится, негодные к военнослужии. Вот, раз, за мой, как это сейчас я спою. Ну, как же так говоря, запас, запас мне пришли. Запас я был, значит, до 75-го года здесь, в левом команде. Вот, а потом мне, вообще, это, в отставку специально. И с тех пор я, это, как говорится, честящий арестер в отставке, раненый, после ранения. Ну, работа здесь, на них заводах в араборе. Да, значит, я в 42-м году, это, в 42-м году в Донбассе, подложил, там, я отступил к автомогу. Вот, к автомогу, значит, выполнял различные поручения, значит, там, батареи. И так я, к автомогу, списал мне и домой, в отставку. Вот, в 46-м году, я пришел, это, в 46-м, а уже, потом стал на учет к автомогу, в золотом районе. Да, поскольку я жил уже в золотом районе, в Ново-Ценинге сам. Помогал, ходил, это, колсомольцы, мы ходили на торговые ряды, и, значит, мы, этот, завал, расчищение, я проходил, правда, с палочкой, да, но все равно помогал, помогал. Потом, за годы, я работал на техмарке, работал, на заводе думал. На заводе приборов работал 17 с половиной лет. Была моя работа тоже, термист. Это вредная работа, ну и не тяжелая, то есть не легкая. Потом, когда я уже был на пенсии, военной пенсии была. Работая на заводе Переворова, мне пенсия пошла, поврелся сетравозы, я перешел на эту пенсию. Пенсии военной мережи не нужна была, там платили немножко меньше. Пенсию, как говорится, на заводе, который и тут побольше. Так что я стал пенсионером с обеда, а военной пенсии я отказался. И потом я уволят с работы с доводом Переворова. Дома мне сидеть уже, как говорится, было скучно. Я пришел на работу на завод Малютка, тоже в Термистон. Там проработал я 5-2 лет. И однажды я заболел. Заболел инсульт. У меня был тяжелой формы. У меня отрывается на вечер. И вот это, я сейчас, когда говорю, волнуюсь. Это от болезней, понимаешь, как делать. Такое мне рождение было со мной. Ну, работа на работе я в 55-м году поступил в партию. И с тех пор я считаюсь коммунистом до сих пор. Уже 57-й год у меня стаж потерял. Так что, я говорю, почему? Может быть, это у вас не уходит? Ну да, это немного не входит, но все равно спасибо, что поделились. Я говорю, это у нас в анкету не входит, но все равно спасибо, что поделились с нами кусочком своей личной жизни. Я не понял. Я говорю, спасибо за то, что вы нам это сейчас рассказали. Сделали такое небольшое вступление. А вот теперь я хотел бы вернуться к Великой Отечественной войне. Пожалуйста. У меня погружнее немножко. У меня столько притягивается, мне же 87-й год. Поздравляем. Спасибо. Вот у меня здесь есть вопрос о предвоенных годах. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Да. Дело такое. Значит, без войны. У нас, у отца с матью, большая была семья. Десять человек. Семь ребят, то есть детей. Ну, отец работал здесь, в Орле, на певожане, там долго переехал. Потом вахтером на зале Меделева. Ну, я как семья чувствовал, что отцу надо помогать. Ему тоже было помогать. Это всем нам. Мать не работала, а домохозяйка была. Вот. Надо было у нас учиться, одеваться, обуваться, кормиться. Значит, что-то другие доходы должны быть. Ну, я принял решение пойти с седьмого класса учиться в школу в школу. На заводный дикмаш. Мы проходили в правую школу. Получили, в течение года я получил тоже рода токаря. И вот, в моей месте, это, 41-го года, мы уже чувствовали, это, в воздух, наверное, накаленный, как говорится, тут обстановка тяжелая уже. Да. Мы, как молодежь, не особенно это, не кали, но это дело, но знали уже, что там где-то захватило государство, что нам грозить войной. Да. И вот, из города, ниже Тагила, из чертовой области, пришел, приехал человек, любовщик на военный завод. И я это вместе с ребятами учился тут токаря. Попал в эту компанию и нас повезли, у них же такие, на завод учился работать. Уже, тут мне шел 17-й год уже. Да. Ну, и вот одна армия. Это, я утром проснулся, думаю, надо пойти в магазин купить себя обой. И пошел. Утром жарко, солнце, не умеет светить. Да, жара начинает там. И как, непонятно, народу очень мало в городе. И что-то город притих. Слышал, война. Война война. Да, и то там, то там война началась. Ну, я пришел после где-то в общежитие. Наши группы ребят тоже все узнали. Началась война. Гитлера напала на нас. Значит, мы решили пойти в военкомат всей группы. И наша была группа человек 20. Чтобы военкоматы взяли нашу в армию. На фронт отправили. Ну, бой команды посмеялись. Говорит, идите домой. Говорит, работайте. Говорит, коронуру мы вас приглашим. Ну, мы ушли. Вот смотрел, один по одному, один по одному из нашей группы ребята исчезали. Уезжали. Ну, и я тоже уехал. Уехал. Приехал. В аре опять. Тут уже немцы бомбили в Москву. В аре начинается коментарский час. Да. Так я кое-как, кое-как без денег. Добро-садорова. Добро-садорова. И тут, значит, в аре такая паника. Народ уезжает кое-куда. Ну, и я с сестрой уехал из Орла Кисловодка. Вот. Там лежал, это, в гости, раненый, поджил ее муж, лейтенант. Да. Раненый. И он прислал, это, оттуда вызвал своей, моей сестре, своей жене, чтобы она приехала оттуда. Добро-садорова. Что записываете? С ребенком. Вы говорите, мы с ребенком. Это, туда. Кристалл. Ну, и я приехал оттуда. Вот. И все время не стало, чтобы попасть опять на фронт. Там много было раненых. Все забиты были ранеными. Да. Ну, и, значит, кто с одним, кто с другим, я говорю, как попасть на фронт. Да. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Вот. Получилось так, что. И. Там. Профессаторы. И мне. В. 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 Тут команды, момент. Я. Думаю. Я рад. Навwo. Оказывается, на противот понравковые окопы нас это-эээ. Прилотили. Аээ. Плотшие! Эээ-эээ-э-ээээ. Плот вход. МВЕН ol. Вол Tk 196 ч. Эээээээ-ээээ. Ээээ-ээээээ. две и ушел. Ушел Кратово. И вот где он попал, я, это, это, без всякого призыва, без собственной персоны идёт же, я, это, туда, правда, это был трудный, главный, было, это, трудно мне было, ну, не буду говорить, как мне приняли артиллерии, взяли меня, да, и в этом значит, ну, в этом время у меня старший брат, кончат, был танковучитель в Барле, уже был на фронте, по Сталинградам, то есть, на фронте ещё не был в Сталинград. Ну, он там получил танки, да, и прибыл на этих танках, не один он, по Тарасову, по Тарасову. А я, я в это время уже был там тоже, а не знал, что он там, там, далеко от меня, вот, ходил, и он тоже не знал. И, так мы пробыли до 1840 года, и от этого ничего не знал, и он получил звание, полученное, вот, и его отправили, это, под Воронеж, вот, вот, там он, это, под Воронежом, погиб в Белорусом, уже капитан, танкист. Отец, в 1941 году, ушёл, это тоже добровольно, это, уважаем, на фронт, и пешком пошёл из Орла до Элиста. Да, и здесь, ну, все выявили, он хочет, это, определиться. Вот. Ну, он войну кончил, да, в 1941 году. Сестра, которая была в Китловодке, в 1942 году, тоже её призвали на фронт, она пробыла до 1945 года, и кончил войну в Берлине. Да, старший, то есть ещё мраждан был, детский, 26-го года, рождения. Его вызывали уже после освобождения Орла. Он попал, значит, в учебный батальон, который дезинфицировался в Грузии. Да, да, а потом, да, в Наполеончиков там, где-то. И отправили его, как-то их, в Латвию. В Латвии под городом, это, Саудот, он погиб. В 1944 году, в конце года, младший брат, 27-го года, его выздоровали. Ну, это тоже долго. Да, на фронт не был. Ну, ещё две сестры, значит, они учились в школах, потом работали. Одна за педебором, другая за сестра Саума. И сейчас из этой большой семьи остался только я один. Больше никого нет. Умерли. Вот. И всё. Так что... Ну, и всё, что ещё могу сказать. Ну, а как и где вы встретили День Победы? Да. День Победы я уже был дома. Значит, ночью, помню, я спал. Ну, значит, тут у меня мама будет, Николай, 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 Игорь Ставич, Победа. Ну, тут уже и радость, и горе, и всё вместе. Днём тут у нас жили счастливые связи там у дома за счастливыми. И вот мы справляли День Победы. Ну, это было неописуемое чувство. Ну, может, я не так всё рассказываю. Знаете, ну, конечно, сейчас вот я ляжу спать, и почему-то каждую ночь. Вот, значит, с дня начала войны до конца, это, побит её. Ещё вспоминали, что то и другое, и ребят убитый, и кто... Ну, из морков не уходит и дело. Это очень больная тема, и трудное дело. Вот у моей жены тоже отец погиб на фронте. И потом, где-то, и брат тоже у неё... Не было такой семьяк, который... Не было больно. И потери большие. Это я так рассказываю, краска. И... Всё... Много... Я... Большое право. Это... Там... Наша... Тоже... О... 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 После... Нашей... Семьи. В... В... Войне. И... Потом, как трудились... После войны. Здесь. На заводах. Да. Было... Конечно, н... Нелегко. вот. У нас дома, где мы жили... Немцы разбомбили. А мы жили... Вот здесь как раз вот эти квашки, там сейчас магазин дорожный стоит, на этом месте мы жили. Вот. И после войны, улица Енгельса, там дом был большой, а отец как раз наш участник освобождения жил. И он, когда уступили, он нашел свою семью здесь, да, в доме, в бустующем, там жители умели, он пошел в госсовет, уже создали госсовет, они решили жить в этом бустом доме, потому что, это, другого жилья не было. Еще, 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 не знаю, что еще сказать. Ну, а что бы вам хотелось пожелать нашей молодежи сейчас? Ну, молодежи, знаете, молодежи пожелать хотелось, ну, чтобы было молодежи своей гордиться, своей родиной. Вот. Ну, все делало для родины, что же делали мы. Мы никогда не говорили, что нам было трудно, нам было... И это... А мы не ощущали трудно здесь. Было, ну, в общем, конечно, было это... Жизнь не легкая. Ну, не знаю, жили мы... Народ, я имею в виду, весь спорченно, весело. Вот. Ни в них, ни в них, ни в них работали, веселились. Не было у нас вот таких вот, ну, как сейчас, это... Адвестатских юридей в жизни молодежи. Мне хотелось, конечно, чувствоваться, что молодежь у нас, это, в основном, хорошая молодежь. Грана, да. Много понимаете. Вот. И не то, что у нас была другая жизнь, другое, как говорится, самочувствие. У нас самочувствие, это как... Все для рода им, такое... Ну, вот, я не знаю, что... Ну, спасибо вам, что уделили нам время. Доброго вам здравия. До свидания. Спасибо вам тоже. Я рад, что вы ко мне пришли. Вот. И мне, под... Перед днем победы, у меня были двое, это, броники, тоже интервью, сфотографировали. Ну, говорит, мы написали, это, все, уходите, а у вас калстомолит. Ну, и однажды... Вы должны говорить, вот, уходите, назад будет ваша, это... Можете подокомиться. Ну, я пришел в киоск, думаю, возьму две газеты. Одну себе, другую сыну, это... Матку отправили еще, там, дочь. Да. Дочери еще жили в Орле, если научили детского. Да, ну, ладно. Я пришел, прям, туда-сюда, нить его нету. Да, это... А эта редакция, кажется, находится, как я там, потому что он на улице Первого посадка, где-то там. И, ну, я это, думаю, ладно, и я вот обойдусь без этого. Вот такое дело. Я... Ну, я... Ну, я... Ну, такое... Я... Я... И сейчас я... Я, это... Как... Я... 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 Интересую только... Скоро... Открыли... Парада, Россия и... 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 Я... Я... Может быть, это вам не нужно, но я и не хочу, чтобы это официровать. Вы как там, только вы следуете, что там печатать, только не вовлет мне. Я хочу спросить, вы не относитесь к этой партии Грызлова? Нет, мы не относимся. Все материалы, которые мы добываем, вот, например, ваше сейчас интервью, все это отправится в музей имени Шолохова. Там мы создаем большой видеоархив. Туда отправляют видеоинтервью со всех концов нашей страны. Да? Да. Ну и хорошо, спасибо вам, что вы изволили ко мне прийти, поговорить со мной. Это на душе даже легко становится, что нас вроде не измывает. Вот такой я. Ну, живем мы невредно и небогато. Так что, как-то, по сегодняшним меркам пенсии пока удастся в жизни. Вот. Значит, есть, конечно, люди живут более беде. Мы дуем, мы даже помогаем сыну. А сын, вот, это... Как я понял, это уже ваше личное пошло, так что это не надо. Так что, спасибо, что уделили нам немного времени. До свидания. До свидания. До свидания.